Белорусы смогут досрочно отдать голос на референдуме по проекту Конституции. Сделать это можно с 10 до 14 и с 16 до 19 со вторника по субботу. Основной день – воскресенье. Предварительные результаты можно будет узнать утром в понедельник, окончательно и подведут к пятнице. С выше 55% белорусов сделали первую прививку против коронавируса. Полный курс вакцинации прошли более 4 млн 324 тыс. человек. Одну дозу антиковидного препарата получили 23,5 тыс. подростков 12-17 лет. Помимо китайского вероцелла, жители прививают спутником ВИ и спутником ЛАЙТ. Белорусы устроили распродажу билетов. Она пройдет только 25 января до 23.59. Покупая квиток, важно соблюсти некоторые условия. Например, отправиться в путешествие нужно до 26 марта. Выгодно полететь можно в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Нур-Султан, Алматы, Ереван, Стамбул, Батуми, Дубай и не только. Правительство ограничило рост цен на картофель, свеклу, капусту, морковь, лук и яблоки. Причина именно эти белорусские товары в продуктовой группе значительно подорожали у нас и у наших соседей. Теперь в магазинах овощи будут стоить не выше установленной профильным министерством стоимости. В Беларуси в предстоящие дни ожидаются сильные морозы. В некоторых районах столбик термометра опустится до минус 24 градусов. Прогнозируется небольшой кратковременный дождь, туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедится.